В рамках рабочей поездки по Горномарийскому району, временно исполняющий обязанности главы республики Юрий Зайцев, провел встречу с местными жителями. Руководитель региона рассказал о текущей работе правительства республики, а также подробно ответил на вопросы, по многим из которых дал оперативные поручения. В начале своего общения с жителями района Юрий Зайцев отметил, что он впервые в Казмодемьянске, но очень впечатлен красотой природы, доброжелательностью людей и большими возможностями в разных отраслях. Мне очень понравилась сама природа, места очень красивые, особенно я это понял, когда на пароме переезжали, красота нереальная, такой масштабный пейзаж, река, синее небо. После выступления в Рио главы республики дали слово жителям района. Председатель Казмодемьянской профсоюзной организации работников образования Наталья Шемякина поинтересовалась планами по строительству еще одной школы. Поскольку сейчас дети учатся в две смены. Проект выходит из экспертизы. Следующий этап, ну вот такие школы, они стоят много-много денег, больше миллиарда, значительно. Поэтому мы берем вот эти вот документы. Проект является одной из основных составляющих заявки и подаем их на федеральное финансирование. Точно когда будет, я вам скажу, когда Минпросвещение России примет заявку. Ветеран педагогического труда из Казмодемьянска Нина Гараева предложила организовать в городе курсы повышения квалификации. И готовить там специалистов, которые сейчас необходимы. Например, по озеленению и богоустройству. Для этого, считает жительница города, необходимо создать образовательное учреждение. Вы абсолютно вправы в плане специалистов. И вот не только озеленителей, врачей не хватает. Вот вы затронули такую тему, на которую вот одним словом не ответишь на самом деле. Вот почему. Есть и программы. Ну, по поводу учебного заведения, но мы проработаем, что как это вообще. С руководителями посоветуемся, которые рядом со мной сидят. Вот. Как это сделать? Вот если вот вы говорите, я озеленитель. Это может быть техникум, может быть что-то еще другое. Какое-то там учебное заведение или на базе какого-то учебного заведения. Тут надо все равно оптимально подумать, посмотреть. Вот. Но это действительно, эта болезнь, она далеко за границы нашей республики уходит. Почетный гражданин города Алексей Микушин отметил, что по решению Юрия Зайцева выделены средства на ремонт дорог. Но, к сожалению, все участки пока не удается отремонтировать. Я вас услышал и я думаю, что мы постараемся этот вопрос решить. Вот. То, что мы вам выделили, ну, вот район, мы же выделили всем. То есть, в целом-то эта цифра была очень большая, ну, достаточно большая. Сейчас по 17 муниципалитетам мы раскидали деньги. Если вам попала одна из самых таких, вот, наверное, крупных суд. Моя позиция такая, вот. Но надо начинать сейчас, потом еще по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сразу денег нету. И нам сразу не дадут. И вот я сейчас по школе уже сижу, думаю, как там решать вопросы. Там миллиарды. Ну, и так далее. То есть, будем решать. Директор МУП Гранноморийский Алевтина Исаева обратила внимание на изношенность водопроводной системы в деревне Яникеево. В связи с чем часто случаются аварии, перебои с водоснабжением. В Риоговый Мариел поручил главе администрации района подготовить необходимые документы для работ по замене водонапорной башни. Наталья Николаевна, даю сейчас поручение с этим вопросом разобраться. Не просто разобраться, а подготовить документы и финансирование мы определим на это, чтобы вот эту башню поменять. Завершая беседу, в Риоговом Мариел поблагодарил за добрые слова и подчеркнул, что главное для него – оправдать доверие жителей и работать на благо республики. Продолжение следует...